Ах, белый теплоход, бегущая волна! На лирический лад нас настроила не только по летнему теплая погода и предстоящий визит Юрия Антонова, но и увиденный в Петрозаводском заливе Михаил Ломоносов, который впервые этой весной снялся с якоря и неспешно прогулялся по губе, разминаясь после долгого зимнего стояния у причала. Теплоход основательно готовится к началу туристической страды, чистит перышки и проверяет оборудование. Все билеты на новый сезон с мая по октябрь стоимостью в полторы тысячи американских долларов раскуплены в лед французами, немцами и прочими европейцами. Слава о Ломоносове за рубежом идет уже не первый год. Он считается лучшим по дизайну и обслуживанию в Министерстве речного флота России. Практически сейчас все вопросы связаны с сервисом, а у нас решены на судне. И готовы к приему иностранных туристов, которых будем брать в Санкт-Петербурге. Если все будет нормально, то 19 мая этого года. В прошлом году Ломоносов вышел в первый рейс уже 9 мая. Сейчас, к сожалению, все не так гладко. Ладожское и Онежское озера до сих пор скованы льдами, а сутки работы ледокола обходятся в 30 миллионов рублей. Наше пароходство сегодня таких денег не имеет. Так что могут оправдаться самые худшие прогнозы. Задержка навигации до июня.